Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в парке Катиен в Ингейплане. Просто не смог сказать об этом и детском месте. Стоит ли сюда ехать? Не стоит? Зачем? Что здесь можно увидеть? Какие здесь условия? Какое время лучше работать? Парк Катиен представляет собой довольно большой лесной массив. К сожалению, естественных высот, а возраст осталось не так много. Но, тем не менее, все равно природа в этом месте потрясает. Здесь огромное количество птиц, более 350 видов. Огромное количество животных, тоже больше сотни видов. Это масса из возможных растений, может быть, больше полутора тысяч видов. И, конечно же, еще рептилий и амфибий, которых есть также огромное количество. Здесь вы можете встретить таких животных, как лемуры. Вы знаете, их прекрасные плени. Вы можете встретить здесь панголины. Вы можете здесь встретить танкотелы. Здесь можете встретить вангуров. Это те животные, которых, в принципе, в других местах встретить крайне тяжело. Здесь даже был шанс встретить и осорогов, и леопарда, и тигра. Но, наверное, из крупных сейчас остались только слоны и крикодилы. Но, тем не менее, несмотря на все это, парк, конечно, достоин того, чтобы его посетить. У вас есть несколько вариантов размещения в парке ПТМ. Есть гостиницы, которые находятся за пределами парка паромной переправы. Стоят они от 200 тысяч донгов за номер и достигают стоимости больше полутора миллионов за номер. Есть второй вариант размещения на территории парка непосредственно. Это комната, которая предоставляет администрация по 350 тысяч донгов. Либо палатка, можно остановиться в формате кемпинга, если тоже не возграняется. Ну, и замечательные варианты отелей непосредственно джунглей, которые довольно дорогие, стоят примерно 100 долларов с человеком. Но вы за это получаете вот такой вот прекрасный вид, и непосредственно общение с природой 24 часа в сутки. В парке Катиен есть несколько экологических троп, и от них можно воспользоваться. Основная тропа в сторону крокодилового озера, где живут россиямские крокодилы, которые сюда были, можно сказать, вторично заселены. Есть дорога на деревню этническую, и по этой дороге можно проговориться джунглями, летающими лесорогами, не теми, которые бегали когда-то под джунглями, любая своих людей огромными размерами, а летающие лесороги тоже удивительные, удивительные средства. Соответственно, здесь можно взять варианты велосипеды и прокатиться по всем дорожкам, которые, с одной стороны, асфальтированы, с другой стороны, наверное, достаточно протяженность, чтобы вкусить все прелести тропического леса. Если у вас появилось желание более глубоко погрузиться в природу, можно воспользоваться ночным сафари, и вы на нем увидите ранений, возможно, цевьет, возможно, скажем так, самых крупных животных с рогами. Это гауры, трехсоттонные создания, которые бродят здесь по местным местам, и, конечно же, очень часто встречаются более мелкие животные. Здесь, кстати, из копытных животных есть редкие представители, например, мунжак – это маленький олен с собакой, и оленек, который размером с кошкой. Если вы заходите и видите оленя размером с кошкой, то вам точно дорога по Тиме. Ну что ж, дорогие друзья, место замечательное. В общем-то, дня два хватит, чтобы осмотреть основные направления. В общем-то, в сами джунгли углубляться рискованно, поэтому советую ходить по специально выделенным маршрутам. Они довольно безопасны, они сделаны таким образом, чтобы не ходили по глубой земле и сконтактировали с большинством обитателей тропического леса, и проложены по каким-то таким основным направлениям, где можно увидеть типичные формы, типичные растения, типичные сообщества тропического леса. Так что рекомендую, обязательно посетите. Если у вас есть время, из Сайгона 3-3,5 часа ходит автобус, можно добраться прямо в парк Катья. И я уверен, вы не пожалеете.